Привет! Сегодня я буду рассказывать вам про книжку, которая называется Фабр. Восстание жуков. Это первая часть трилогии и ее автор Майя Леонард. Я буду говорить без спойлеров, поэтому можете не бояться смотреть видео до конца, но в целом постараюсь описать свои впечатления от содержания, кому книжка понравится, о чем она, чем она в принципе примечательна. Спасибо большое спонсору этого видео, издательству Робинс, который выпускает эту книгу. Тем не менее, как всегда, все мнения и суждения являются моими собственными. Итак, приступаем. Фабр в оригинале называется Битлбой, и это история о мальчике по имени Даркус, который имеет необычное... я даже не скажу на машине животное, потому что он имеет необычного друга, которого зовут Бакстер, и этот друг... жук-носорог. Когда я начинала читать эту книгу, я ничего о ней не знала, старалась не лезть ни в какие ревью, спойлеры и так далее, чтобы с чистой мыслью, с чистой головой погрузиться в чтение, и мне казалось, что такая история логичным бы была, если бы там мальчик уменьшился до размера жука, или бы мальчик превратился в жука. Это то, что мы довольно часто... тот прием, который мы часто видим в детской литературе. А это, к этому я еще вернусь, детская литература, но я думаю, она будет интересной взрослым. Я бы даже не сказала, что это какая-то фантастика или фэнтези. Сюда эти определения не совсем подходят, потому что на самом деле всех вот этих умных жучков можно легко объяснить с научной точки зрения. Ты это принимаешь как определенные правила игры, которые подаются в книжке как определенное событие. Ты понимаешь, да, в реальном мире такое могло произойти. Я думаю, что может быть, не уверена, но с современными технологиями быть может все что угодно. Так вот, жуки-вета книжки очень-очень умные. Не все, конечно же, а только определенные. И наш главный герой и его несколько друзей вместе с жуками должны найти его папу. Папа главного героя Дакуса, он пропал при неизвестных обстоятельствах. Просто он сидел на работе и не вышел из комнаты, в которой он работал. И все, его в этой комнате не было. Ой, как он оттуда исчез, мы узнаем из этой книги, куда он отправился. Тоже, конечно же, узнаем, найдем ли мы его вообще и что с ним случилось. Собственно, это такой своеобразный детский детектив еще в каком-то смысле. Тут много жанров понамешан, несмотря на то, что, опять же, нельзя сказать, что это фантастика. Но все-таки есть и отсюда элемент. Есть элемент от детектива, есть элемент от приключений. И есть, конечно же, элементы от детского фикшена, когда все написано достаточно просто, понятно, нет каких-то излишних описаний. Но, тем не менее, текст не является сухим или каким-то неинтересным. Очень динамичное повествование, в общем и целом. Очень интересный образ главного злодея, точнее, злодейки в этой книге. Ее зовут Лукреция Каттер. И это вот, я не знаю, наверное, это больше всего похоже на какую-то Круэлла де Виль. И мне кажется, в принципе, это первое, что приходит на ум, когда читаешь про такого рода злодейку, которая связана с миром моды, которая связана одновременно с наукой. И такая она вся интересная женщина. И выглядит она очень интересно. Когда был момент, я не буду говорить конкретно, но там был один момент, если вы читали, вы поймете. Когда кое-что произошло с юбкой Лукреции Каттер. И я сидела такая просто... Я представила так живо, что там произошло, что мне просто стало дурно. Не знаю, в хорошем или в плохом смысле, но это определенно была очень впечатляющая сцена. Если бы я была на месте главного героя, не знаю, как бы я среагировала. Еще классно, что эта злодейка не картонно-шаблонная злодейка, которая просто хочет творить зло, а это действительно женщина со своим прошлым, у которой были определенные причины, чтобы так выглядеть, чтобы так поступать, чтобы так обращаться со своими родными и близкими. И что, в принципе, когда-то это был абсолютно нормальный человек, как, в принципе, и большинство злодеев. То есть, что у Лукреции Каттер есть своя история, мне кажется, это большой плюс. Веришь в нее, и, мне кажется, к концу третьей книги будешь даже сопереживать. Мои два любимых персонажа. Это не главный герой, не его друзья, даже не главная злодейка. Это Хамфри Пикеринг. Это два соседа главного героя, точнее, я бы сказала, его дяди. Эдж Прюст. Это два молодых человека, скажем так, что называется толстый и тонкий, которые являются, по-моему, кузенами. И, в общем, они все время ругаются. Они не могут найти, прийти к общему мнению ни по одному вопросу. У них абсолютно разные взгляды на жизнь, подходы. И, тем не менее, они живут вместе, пытаются вместе работать. И это такие, знаете, вот вроде бы братья. И вроде бы друг за друга они в каком-то смысле, наверное, заступаются. Но друг друга они ненавидят. И вот эти сцены, когда они припираются, это мои самые любимые сцены в книжке. Особенно в начале была сцена, когда мы только знакомимся с этими героями. Главный герой слышит, как они ругаются. Бог мой, это настолько кинематографично. Сразу представляешь, как это можно было бы экранизировать. Как весь зал бы смеялся в этих моментах. И что реально, это те персонажи, которые делают всю книжку в целом забав. Я даже не знаю, мне интересно спросить у автора, насколько серьезными были Хамфри и Пикерин, когда настолько сильно ругались. Когда там говорили, ты выметайся, нет, ты выметайся, ты урод, нет, ты урод. Насколько они реально это имеют в виду? Либо это такая вот своеобразная братская любовь, братское уважение. Все равно они остаются вместе. Это очень интересно. Если говорить в общем и целом про книжку «Фабр. Восстание жуков», то, кстати говоря, я не рассказала. «Фабр» — это название определенного научного проекта. Это первая дебютная книга Майя Ленард. И она сразу же разошлась на разных языках мира. На 33 языка она пока переведена. И, по-моему, это такой довольно серьезный показатель, когда автор только начинает продвигаться в литературном мире и уже настолько известен. Очень многие литературные премии и критики обратили внимание на эту книгу. И я думаю, что это не просто так. Считается, что это такой, как новый голос в детской литературе. Но в то же время ты понимаешь, что и взрослому человеку будет довольно интересно читать эту книжку. И он тоже там найдет свое. Например, как я уже рассказывала про историю со злодейкой. Дети будут читать, такие, о, да, там, противная тетя, с которой надо бороться. Взрослые будут читать, смотреть на это немножко по-другому. Что еще интересно, автор очень увлечена сама жуками, этой темой. И она дает столько маленьких таких научных, познавательных подробностей в книжке, что ты понимаешь, что даже если ребенок не очень увлечен вообще школой, учебой и так далее, то из этой книги он знает и запомнит гораздо больше, чем ежели он просто прочитает статью про жуков. Тут все это дается очень органично. Текст не перегружен какими-то интересными фактами. И они не поддаются как, а знали ли вы дети? Это просто вот то, что необходимо знать, чтобы жить в мире этой книги и чтобы действительно погрузиться в нее с головой. Я посмотрела интервью Майи Леонард, и мне очень понравилось, как она сказала, что у каждого жука есть своя суперсила. То есть, по сути, жуки-то такие супергерои. Кто-то там умеет, я не знаю, тяжести какие-то таскать, которые в сто раз больше, чем они сами весят. Кто-то умеет, я не знаю, какие-то ядовитые штуки выделять. В общем, у каждого жука есть суперспособность, и обойти она их поэтому не могла, потому что они настолько разные, интересные. Они приходят в этот мир во всех цветах, формах, расцветках, размерах. В общем, такие удивительные существа, на которых мало обращают внимания в литературе, в частности, и я думаю, что, ну, вспоминается сразу Кавка, его превращение. Но, в принципе, в целом, в современной, особенно в детской литературе, не знаю, не слышала, чтобы очень много внимания уделялось именно этой теме. Мне очень понравилось, что разные жуки, они вводились в повисование постепенно, и если книгу читает не очень взрослый ребенок, лет 7-8 и дальше, то он не будет их путать, он будет их различать, чем каждый жук отличается внешне, по способностям, какой у него характер, потому что здесь у жуков есть характеры. И не было такого нагромождения, что вот жук номер один, номер два, номер три, их зовут так-то, 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 он выглядит так-то, так-то, так-то. У меня бы в голове точно все перемешалось. Я была очень благодарна автору, что она вводила своих вот этих героев жуков достаточно постепенно. Ну и подводя итог сегодняшнего видео, хочу сказать, что очень сильно чувствуется, что Майли Эрнард все-таки специалист по литературе, у нее есть соответствующее образование. И мне кажется, когда дело касается детской литературы, надо все-таки владеть какими-то азами, потому что, когда ты даешь... Это очень интересная такая, довольно спорная тема, но когда ты даешь взрослому человеку книгу, написанную, скажем так, не очень опытным и непрофессиональным писателем, то его реакция, она зависит от того, что человек увидит в этой книге. Когда ты даешь книгу ребенку, я думаю, что тут нужно владеть все-таки какими-то инструментами литературными, понимать, как что работает, как что пишется. И особенно для дебюта, мне кажется, что Восстание жуков это очень удачная книга. Вторая книга уже вышла, она вышла на англоязычном рынке в апреле. Я вам ее уже почти показала на канале, я забыла на видео распаковать ее, но вы видели видео с посылками, там, где я как раз показываю эту книжку и почти вторую, но я сюда вставлю обложку. По-моему, она называется Королева жуков, но, в общем, обложка там довольно пугающая, я предполагаю, что как раз изображена на ней та самая злодейка, которую зовут Лукрация Катар. В общем, действительно такое некое дуновение свежее в детской литературе. Наверное, единственная книга в каком-то смысле немножко простовата, я не скажу, что мне это не понравилось или наоборот, что меня это очень привлекло, но факт остается фактом, что даже маленьким, относительно маленьким детям лет 7 и старше будет интересно прочитать эту книгу, они в ней многое поймут, и я думаю, что заинтересуются те мужиков и так далее. И в то же время эта простота обеспечивает такой легкий доступ для всех аудиторий и взрослых, и очень взрослых людей, которым интересно, что сегодня творится в детской литературе, тоже прочитать и на несколько часов погрузиться в этот интересный, необычный мир умных жуков. Если вы читали «Восстание жуков» или, может быть, даже прочитали вторую книжку, обязательно пишите свои мнения, впечатления в комментариях к этому видео, но на сегодня это все, и я всегда ваша. Субтитры сделал DimaTorzok